Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Миронов де-факто, подписывайтесь на наш канал, на телеграм-канал Миронов де-факто, ставьте лайки, жмите на колокольчик, это позволит вам оперативно получать информацию о вновь вышедших видео. И сегодня мы разговариваем с Дмитрием Демушкиным. У нас есть несколько интересных событий, как говорится, последних дней, но, наверное, начнем с исторического обмена, хочется сказать, военнопленных, но политических заключенных, а также лица, которых обвиняли в шпионаже, в заказных убийствах. Ну и... Ну, а также просто тех, кому не посчастливилось попасться с наркотой. Самое интересное в этой ситуации, что ни одна из сторон не признает тех людей политзаключенными, которых обменяла. Более того, вот это даже вопрос больше юридический к тебе, каким образом были нарушены основы Конституции, и граждан России одних поменяли на граждан России других. При том, что от гражданства они не отказывались и за шпионаж не были осуждены. То есть менять оппозиционеров, получается, у нас что? Оппозиционеры – это новый ресурс обменный, которых можно менять, и они нужны на Западе больше, чем в России сегодня. Что их готовы обменивать на каких-то российских разведчиков или каких-то там лиц. Ну, судя по тому, что их хотят наградить, я не видел, чтобы в Европе там или куда они летели, в Стамбул, да, их там встречали первые лица с карауном, да. Ну, обменяли, обменяли. А у нас, видимо, это какие-то люди были ценные, на Западе их не считают политзаключенными, и у нас, тех, кого обменивают, не считают политзаключенными. У нас их нету, как сказали, политзаключенных. Ну, здесь смотри, если мы сейчас эту ситуацию начинаем разбирать с точки зрения закона, то у нас вся конструкция посыпется уже там на втором предложении. Сразу, да. Да, потому что, ну, первое, совершенно верно ты заметил, что у нас фактически граждан России на граждан России. И вообще, как можно гражданина России можно обменять на кого-то? Да, там разные, но большинство, давай забейте, а то нам сейчас будут писать, вот там этот есть, и этот есть, и этот. Большинство из списка и того, и другого, это граждане России. Мы понимаем, что бывают классические истории, когда у нас со шпионами, когда человек уже получает иностранное гражданство, порой даже по рождению, и долго-долго времени в законсервированном состоянии как бы ждет в заданиях, пока ему прилетит. Потом он что-то там исполняет или не исполняет, ничего, но скрывается его связь, соответственно, с разведкой недрожженной страны, его берут под белые ручки, и вот он шпион. А вот здесь... Но будучи гражданином, опять-таки, той страны. А вот здесь у нас... Муниципального депутата Яшина поменяли на кого-то страны. Не, у нас большинство... Экс, да. Большинство, иноген, кстати. Иноген, да. Иноген, да, здесь важно сделать поправку. И действительно, они не осуждены по статьям. Они не то, что не осуждены, им никогда ничего не вменялось. И даже, пусть даже неофициально, не заявлялось, что они работают в интересах третьих стран. Ну, кроме планки вот этого иностранного агента. Это сейчас вешают у всех, кто монетизацию с Ютуба хочет получить. Это достаточно уже основания. Ну, по крайней мере, в шпионаже, получении разведывательных данных или еще, как это все называется, таких обвинений не звучало. То есть, фактически, их обменяли как оппозиционеров действующему режиму. Но их еще, еще вот такой момент. Их обменяли без прошения о помиловании. Да. Что тоже важно. Нарушение. Они должны были признать вину и попросить согласно процедуре помилования. Их помиловали без их согласия и не лишили российского гражданства. Они не просили об этом. По закону помиловать без согласия, без прошения, это невозможно. Хорошо, все, по закону не обсуждаем, пойдем по понятиям. По понятиям. Вот по понятиям мы видим ряд, ну, таких очень много. Я думаю, сейчас в настоящий момент таких сотни людей, которые оказались в местах не столь отдаленных за то, что они были оппозиционно настроены к курсу Российской Федерации. У их родственников, у них вопрос, будут ли их менять. Да. И вот скажем, вот мне было интересно, две яркие фамилии, обменяют, не обменяют. Это бывший руководитель адвокатской палаты города Ижевска Дмитрий Талантов. Ему пока ничего не дали. Он находится в СИЗО уже почти два года. И его дело должно быть рассмотрено 7 августа. За распространение недостоверных сведений о российской армии. Это с учетом того, что человек, будучи юристом, адвокатом, который все риски взвешивал, каждое слово, это был эмоциональный такой выплеск по поводу определенных событий в определенном городе. И вопрос по нему не стоял. Соответственно, не стоял вопрос о достаточно таком известном оппозиционном муниципальном депутате Алексея Горинове. Который получил, ну давайте сразу там, я не знаю, они признаны экстремистами. Можем всех на всех признавать. Да, иноагенты. Пусть они будут все, да, иноагенты на всякий случай, потому что мы здесь вынуждены делать эту метку для того, чтобы вопросы не появились уже в дальнейшем. А Алексей Горинов в Мунде получил, сколько у нас, 6 лет 11 месяцев и получил недавно. Казалось бы, яркие ребята. Ну, там есть и Кагарлицкие. А Кагарлицкие, Кагарлицкие, но это уже такой левак со стажем. Это почти уже на нас Фридрих Энгельс нашего времени, такая либеральная икона. Он еще в диссидентах был, да, сидел. Вопрос по нему тоже не стоял. И, по сути, то, что мы видим, это определенный список ФБК, который признан экстремистской террористической организацией. Давай мы нашим зрителям предположим версию и сделаем сейчас сенсацию. Ну, как сенсацию? Мы ее предположим, мы это не знаем. Вот я свою догадку выскажу. Я думаю, что эти переговоры начались довольно давно и начались исключительно из-за личности Алексея Анатольевича Навального, иностранного агента в списке экстремистов, террористов, в списке, не знаю, каких он еще там в списках, во всех. Я так понимаю, что смерть человека не освобождает нас и его от упоминания всех тех статусов, которым его наградили при жизни. Я прав же, да? Мы все равно должны упоминать, что они экстремисты, террористы, даже после их кончины. Я не знаю, но, судя по всему, да. Так вот, я думаю, я практически в этом убежден, что переговоры эти инициировали определенные главы европейских государств, которые давали Алексею Навальному гарантии безопасности, когда он возвращался в Россию, гарантируя ему переговорный процесс с Путиным по поводу его возвращения. И начало этого переговорного процесса, и та стадия, когда он дошел до выдачи, подписала гражданину Навальному смертный приговор. Я практически в этом лично убежден, что именно это и сыграло ключевую роль. Конечно, это предположение. Я не имею никаких фактов для этого. Я не могу это нигде доказать, и я лишь свое суждение высказываю. Но мое суждение подтверждается косвенными заявлениями, когда случилось несчастный случай, скажем так, с Алексеем Навальным, что просачивалось в сеть, и это обсуждалось, что велись некие переговоры по его обмену. Тогда эта действительно информация пробегала мельком, так? Никто на нее особо внимания не обратил, но тем не менее я уверен, что она велась, эта работа. И после этого она, естественно, тормознулась. Меняли его, вероятно, на ключевого человека в этом списке, то есть который был. И после... Крассик. Да. И после того, как его не стало, в этой паузе вот появился, я думаю, Яшин, иностранный агент, террорист, экстремист, не знаю, на всякий случай. Говорю, честно, не знаю, не следил. И появился Карамурза, тоже там иностранный агент, экстремист, террорист. На всякий случай все перечисляю, потому что могу тоже ошибиться, кто в каком списке сегодня состоит. На всякий случай давайте вот все списки, которые есть, они во всех, да пусть меня простят, если где-то. Надеюсь, они нас не засудят за то, что мы им лишнего приписали. Но тем не менее, это предположение, которое ни на чем не основано, кроме как вот на личном опыте. Вот кажется, что это так. Но, может быть, мы не правы. Но мы можем опять-таки предположить, что ситуация была такая, что очень хотелось забрать Крассикову. За Крассикова потребовали Навального. И мы вроде как бы кивнули. А потом, когда не стало Навального, сказали, ну, Навального как бы нету, ну, давайте мы кого-нибудь тут вам... Ну, это совсем. Это совсем. Вам дособерем кого-нибудь. Видите, Навальный как бы ушел неожиданно, скоропостижно из жизни. Вот видишь еще, вот мы сказали, что это предрешило судьбу Навального. Но здесь есть ошибка в этих рассуждениях. Ведь Навальный умер по естественным причинам. И у нас нет оснований не доверять этому. Хотя умер он очень как бы вот... Вовремя. Ну, по естественным причинам. По естественным. По естественным. Но очень вовремя. Очень. Так бывает. Бывает. Вот мне кажется, именно это и определило некоторые причины, которые мы, конечно же, не можем никак доказать и обосновать. Да, говорит, алло, это полиция. Меня гуманоиды похитили. Мужчина, вы пьяны? Говорит, так совпало. Так совпало, да. Так совпало. Хорошо. Как ты считаешь, дальше будут подобные истории по обменам? Потому что все-таки у нас не всех американцев отдали США. История обмена оппозиционеров очень странная. И я на самом деле абсолютно не понимаю, зачем она нужна кому-то в Кремле. Я думаю, что эта история была исключительно привязана к Навальному экстремисту, террористу, иностранному агенту и кто, я не знаю, кем он был еще при жизни. И вообще, вот сама по себе она не очень красиво выглядит. Ну, то, что мы обсудили, она не вписывается в рамки закона. Это мы уже давно, может быть, и проглотили бы. Что такое Конституция, что такое закон. Если очень хочется, то можно. Здесь уже никто даже в эту сферу и не смотрит. У нас он давно как дышло, куда повернешь, так и выйдет. А вот в плане имиджево, то есть это тоже не очень, как бы, интересная ситуация. Во-первых, это дает надежду всем оппозиционерам, которые попадают за стенки и ждут, что их тоже обменяют. Я не очень понимаю, зачем они западные, эти оппозиционеры. Кстати, ты заметил тоже интересную вещь, что в обмене главные за интересанты фактически были Соединенные Штаты, которые получали своих граждан. Поэтому они сами никого не освобождали. Освобождал целый ряд европейских государств. Помимо России, со стороны России еще Белоруссия, помилого Лукашенко, человека, который к пожизненному лишению свободы был приговорен. И несколько европейских государств. Но при этом, как бы, вот в интересах Америки понятно, что это все было. Может быть, даже в интересах вот этой предвыборной сейчас кампании это будет использовано, как до этого, вот за эту баскетболистку американцы дрались. Американцы вообще очень показательно достойно дерутся за своих граждан. И это, конечно, сильно увеличивает вес американского паспорта, зная, что он у тебя есть, что за тебя действительно будут драться. Ну, больше, наверное, только Израиль вот дерутся за своих граждан. Это показатель. Но зачем это нужно в России менять оппозиционеров на кого-либо? Это не очень красивая история. И я думаю, что все-таки это будет разовый маневр, который и закончится. А начался он по причине, я считаю, вот одного человека. И просто уже на автомате, как ты упомянул, что если уж начали, то давайте это уже завершим, да. И что-нибудь вот сделаем. И вот сделали, я думаю, на этом эта история и закончится. Интересно. Артема Дульцева и Анна Дульцева, которые освободили. Да, и они и так выходили. За спионаж. Они находились, сидели в Словении. Их дети, они вообще понятия не имели, что они русские. И они не говорят по-русскому, на русском, как это сейчас выяснилось. И они выходили бы вот-вот. Да, у них там срок-то был, по-моему, полтора года какой-то. Им дали один, они были приговорены 31 июля 24 года к одному году и 7 месяцев. Я помню, что там срок. С учетом отсиданного, то есть они должны были на днях. Уже по УДО можно было уходить, да. Да, я не знаю, там дают у них УДО, не дают по этим статьям, но не жесткий приговор. И там понятно, что нужны были ключевые люди. А остальные в этот список тоже попадали, чтобы была какая-то численная более-менее ситуация пропорциональная, хоть чуть-чуть. Я так считаю. Ну, опять же, видишь. Вот интересный, например, еще персонаж, которого освободили, это Роман Селезнев. Российский хакер под псевдонимом Трак-2, сын депутата Государственной Думы Валерия Селезнева. В 2011 году США ему предъявило заочное обвинение в кибермошенничестве с целью хищения данных банковских карт. В 2014 году арестован на Мальдивах и выдан в США, где приговорен в 2017 году к 27 годам заключения за мошенничество, компьютерный взлом, хранение незаконно приобретенных банковских карт и хищение личных данных. То есть политики он не имеет вообще никакого отношения за исключением того, что является сыном депутата ну у нас кого? ЛДПР. Ну, здесь опять же осуждать, мы же не знаем, кем он являлся на самом деле, но то, что не политзаключенных меняли каких-то, это понятно. Вот, меняли, видимо, каких-то ценных людей, которые были в списке у тех, кто вел переговоры от лица Кремля, они тоже же как-то их определяли, видимо, имелась ценность какая-то от этих людей, мы же не знаем, может, они в званиях были на самом деле и там выполняли секретные задания Рогины. Я могу утверждать, что с нашей стороны, то есть, поменяли какую-то часть оппозиционеров, которые, в принципе, при строе, если его отмотать на 10-15 лет назад, были бы обычными оппозиционерами и даже могли сидеть в какой-нибудь Государственной Думе, рассуждая о реформировании страны, как всегда, да, в партии какого-нибудь Явлинского. Но сегодня они являются вот обменным ресурсом, мне очень еще так резануло, как жестко про них высказались некоторые у нас политики, и эти, чуть ли не врагов народа, мы отдали там, ну, то есть, их всех записали уже чуть ли вот не в эти штампы врагов народа. Вообще, тенденция, это, конечно, довольно-таки, ну, сейчас идет по нарастающей, угрожающей, потому что мы возвращаемся во времена фактически диссидентов, которые, помнишь, вот, несмотря на глушилки, на больших приемниках крутили кнопки, слушали радио свободы, да, не знаю, сейчас вот надо говорить, что это там вражеские голоса, запрещенная, нежелательная организация и так далее, а сегодня диссиденты, это те, видимо, кто смотрит Олимпиаду где-то там, пользуются запрещенными Фейсбуками, Инстаграмами, и сейчас, наверное, еще и Ютуб в это попадет список, ну, мы, видите, как мы быстро вернулись, казалось бы, туда, куда еще недавно мы были убеждены вернуться невозможно, да, оказалось, что очень даже не только туда, ну, и до 30-х так можно дойти, и тоже все под одобрение народа всегда, у нас какую же не делают гадость, все обязательно по просьбам трудящихся всегда, ведь все расстрелы ленинского окружения, они были исключительно по требованию трудящихся, которые ходили на суды и требовали расстрелять Зиновьева, Каменева, мы же все это помним, как это все обстояло, А еще увеличить квоты на 1-3 И всегда писали во всех советских газетах, что по требованию трудящихся там и так далее вынесли такой-то приговор, ну, вот мы сейчас, у нас эти трудящиеся сейчас заново появятся. Есть еще такой один момент, это тоже для рассуждения, Америка, если мы рассматриваем ее как страну, у которого заинтересована в дестабилизации внутренней ситуации, в России, она не заинтересована вытаскивать политзаключенных, которые находятся в наших тюрьмах. Потому что, когда политзаключенные, которые являются гражданами Российской Федерации, находятся здесь, они своим присутствием в местах не столь отдаленных, неким таким мученичеством своим, они десакрализируют власть. Но когда они перестают быть зэками, и тем более перебираются за границу, и тем более непонятно, что они будут дальше говорить. Понятно, что они будут продолжать свою деятельность, но они могут начинать критиковать, например, господина Трампа, который их не устраивает. Ведь не секрет, что многие уехавшие оппозиционеры сейчас четко на стороне Байдена и критикуют Трампа. Поэтому американские интересы тут тоже я с тобой полностью согласен в том, что большое количество каких-либо оппозиционеров из России на Западе никому не нужно. Тем более менять их на кого-то. То есть они-то понятно, что заинтересованы получить своих, может быть, там, шпионов и граждан, да, которые были осуждены, и менять их на российских же оппозиционеров, то есть российских же граждан, которые совершали преступления на территории Европы и США, как-то странно получается этот обмен. Даже внутри внутренней американской повестки это будет не очень понятно людям, то есть как это мы взяли одних граждан, мы, это получается хороших русских обменяли, точнее, плохих русских обменяли на хороших русских, что ли. Ну, странно и непонятно, что с этими оппозиционерами делать. Те, которые добровольно уехали, это понятно, это их забота, они, может быть, даже получили статус там какой-то, и их выживание это уже их забота. Но если вы их обменяли, государство дает гарантию, первое, невозврата их в страну, и государство дает гарантию защиты этих людей. То есть, извините, если вы их забрали и поменяли, то вы должны подумать о их пребывании, о их безопасности, обо всем, а иначе зачем вы их меняли? То есть, он же не может там сидеть без дела, да, и ничего не это самое. И вот зачем это Западу? Вот я думаю, что это все крутилось вокруг одного человека как исключение. И в результате это исключение вот привело к этому сегодняшнему обмену. Потому что тому человеку лично давали гарантии, когда как минимум Меркель, а на самом деле президент Франции, навещали его в больнице. у нас здесь, смотри, у нас, вот опять-таки, возвращаясь к Горинову, который признан иногентом, экстремистом, на самом деле талантом, яркие, такие, харизматичные ребята, которые вот как бы стояли там до конца на своих убеждениях. А вместо них меняют ну какой-то кто у нас? Какая-то Фадеева. Ну, я думаю, что это список был ФБК, который шел в нагрузку к одному человеку. И они... Иногенты, иногенты все. А мы этого человека не озвучим. Нет, я просто вот эти еще фамилии назвал. Да, но я все-таки закончу свою мысль. Вот смотри, вот это классическая модель. Значит, за границей находятся лидеры общественного мнения. Либеральные такой мысли. Там всякие эти Волковы, Каццы и прочее. Сейчас, 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 сейчас закончу. Они поддерживают узников совести, которые находятся здесь в тюрьмах. Но которые тоже неплохо говорят. Им есть что сказать. Но они сказать все-таки в слове ограниченные, поскольку их вот и поддерживают, и они сидят, и могут их загнать в определенный рамк. А здесь, сейчас, а здесь их отправляют в Америку. Они пополняют просто вот этот бесконечные ряды этих политэмигрантов, и они начинают уже друг к дружкам мочить за место под солнцем, за гранты, за популярность, за аудиторию. Мы видим, как это происходит и так, потому что публика, вот эти все эти там волковые там каццы, ну, публика такая, конечно, гниловатая. и еще, чтобы появились нахлебники, чтобы вцепиться друг другим же в глотку, вот эта ситуация, она, кстати, на руку здесь, к Кремлю, в отличие от Америке. Вот с какой стороны ты на это посмотрел. Первое, но абсолютно я поддерживаю, что внутривидовая борьба самая напряженная, абсолютно соглашусь с тобой в свете того, что аудитория приблизительно леволиберальных каналов одна и та же. Почему леволиберальных? Потому что мы должны классификацию либерал понимать, что это классификация в России. Классификация Европы это скорее леволибералы. Чтобы понимать, для европейских левых, условных левых, левые в России это не Зюганов. Левые в России, если мы берем Зюганова, это скорее клуб каких-то некрофилов, которые хотят возродить Советский Союз и Сталина откуда-то. Для левых Европы левые политики это тот же экстремист-террорист Алексей Навальный. Это левые. Левый это полностью Голливуд сегодняшний американский. Левый это все, что касается сегодня леволибералы, это все, что касается сегодня большей части демократической партии и большинство правящих режимов Европы. Это леволибералы сегодня стоящие власти. Вот для них левыми в России являлись как раз вот запрещенные списки экстремист-террористов Алексей Навальный и его команда. Кстати, в разговоре со мной они себя тоже позиционировали левыми. Даже, кстати, Любовь Соболь, она мне сама говорила, что она левая. Но левая в понятии, конечно, не нашим и российским, как мы понимаем. Это тоже надо понимать. То, что они сегодня выезжая, вне сомнения, ну вот, Яшин в списке, он иностранный агент, да, у нас. Яшин, который ходит в списке иностранный агент, конечно, он часть информационного поля, как блогер-миллионник, сейчас займет, и он уже награжден вот этими погонами, что он уже сидевший, в отличие от многих уехавших, да, ведь надо понимать, что есть, ну, фундаментально две партии, вот, уехавших, да, вот две партии. Одна партия, это, ну, давай условно назовем партия Каспарова, которая говорила, что в России делает, а Каспаров, кстати, у нас иностранный агент, экстремист, террорист или нет, мы не знаем, на всякий случай, пусть на нас не обижается, если что, а это партия тех, которые говорили, что в России делать нечего, что здесь ничего не поменять, из нее надо убегать. И вторая, условно, партия, это экстремиста, террориста, иностранного агента, ну, по-моему, который говорил, нет, надо бороться, и мы должны, типа, влиять из России ни на что. Так вот, все сторонники Навального, они де-факто были сторонники партии Каспарова, они все убежали, они никто не сел. Они не за, ну, я не имею в виду вот этих женщин, которые там, штабы, которые за штабы ловили, да, они где-то там проявлялись, потому что там проконтролировать все эти 50 формальных организаций, сколько у них было субъектов, сложно, и там где-то попадались они, но все основные функционеры, которые все понимали, они уехали. То есть, они фактически пошли по пути того, что мы уехали. И сейчас те люди, которые остались, были осуждены и обменены не по своей воле, не прося никакого помилования, то есть, они, конечно, приобретают совсем другой вес, там, поезжая, и они могут абсолютно беседовать четко, что мы не бросили родину, мы не убежали, мы не испугались, мы призывали людей, будучи там, а не так, как вы звали, в атаку уехав, да, в последний бой, но сами предпочла уехать, потому что, как там заявил один из уезжающих, мы, говорит, беспокоились за личную безопасность, но мы не беспокоимся за тех, кого мы призывали выходить при этом, да, вот, у них там, видимо, другой разряд, ну, это в свое время мы долго обсуждали, я тут не в претензию кому-либо, мы просто констатируем факт, я не предъявляю претензии ни в коем случае никому из тех, кто уехал, каждый оценивал свой риск сам, и кто-то там, мы сейчас оценим весовую категорию, да, то есть это не к тому, что Демушкин, сейчас нам будут писать, вот, заявляет, что не надо было уезжать, типа, надо было садиться, а это все не нужно, нет, Демушкин не заявляет про это, что не надо было или надо было, он заявляет факты, что были те, кто заявлял, что мы не уедем и не уехали, а были те, кто уехал, все, и на этом все заканчивается, кто был прав из них, прав ли был, там, тот же экстремист-террорист Алексей Навальный или не прав, это другая история, надо было ему возвращаться или не надо, здесь много мнений и суждений, особенно уже после, когда мы знаем, что случилось, а на том этапе, там, мнения делились абсолютно в разные стороны. Но нет, здесь можно сравнить, вот, кого будут больше слушать, вора, который отсидел пятью ходками, там, четверть века, да, или кого, кто вообще ни разу не оказался в КПЗ, и еще такой интересный момент, все-таки, очень, кстати, реакция, мне поразила реакция, не то, что поразила, улыбнула, ну, у нас товарищ Гиркин, он всегда многословен и резок. Вы нас извиняете, наши зрители, что мы о таких вещах, о которых нужно плакать, немножечко говорим с иронией, это на самом деле защита. Наша, потому что, сами понимаете, что обсуждаем мы вещи страшные, но по-другому их обсуждать, вот, где-то из опов язык, а где-то, где-то чуть-чуть ирония, а то сейчас нам напишут, вот, сидят они и смеются над судьбами людей. У нас, кстати, с тобой судьбы-то тоже, мы с тобой, кстати, посидевшие, вот, за убеждение, да. Посидевшие, да. В этом убеждении мы можем говорить, можем говорить об этом, да, можем. Причем не в коммерческих бараках мы сидели, а в спецблоках. Товарищ, товарищ Гиркин заявил, в очередной раз убедился, что в РФ намного выгоднее и безопаснее быть русофобом и сволочью. Ему присоединилась его супруга Мирослава Регинская. Пока происходит обмен предателей Родины, патриот своей страны и военный офицер Игорь Стрелков остается в тюрьме. Я так понимаю, семейство Гиркиных тоже захотело на Запад. Ну, там пожизненное у него же за самолет. Ну, условия может быть. Ну, может, условия, может, он решил лучше пожизненно в браке, чем варежки шить. Вот. Да, ну. Ну, реакцию сейчас мы посмотрим, всех реакцию. Пока не высказался тоже один из таких апологетов Владимир Владимировича, СВО, борьбы с Америкой, Европой, Удальцов, Сережа. Не высказался, да. Причем, ты знаешь, это любопытная история. Еще и муж депутата Государственной Думы. Да, муж, муж, да. Это как-то у нас был эфир на радио «Комсомольская правда», где у меня была авторская передача, которая прекратила свое существование сразу с начала СВО. И я как-то вывел в эфир, а мы обсуждали... Да, я спросил у Удальцова, я говорю, слушай, а ты не боишься, вот ты топишь за большевиков, за советскую власть? Ты пытаешься реабилитировать всех этих землячек... Сам к стене не боишься? А ты не боишься, что тебя привлекут рано или поздно за оправдание терроризма? Ух ты, как ты был провидец его. Он постучал, ты постучал по столу тогда, нет? Нет, но это было так иронично еще как бы вброшено. Дальше он там стал пыхтеть, пыхтеть, пыхтеть и бросил труппу. В итоге прошло сколько? Ну, наверное, года четыре. Оправдание, да. И он получил именно эту статью. Да. Дальше идем. Так, мы на всякий случай никого не оправдываем, кого не надо оправдывать. Врагами народа считаем тех, кого надо считать врагами народа. И не вешаем никаких, никакого клейма на тех, на кого его вешать нельзя. А на кого там можно нельзя, вы уж сами там разберитесь. Мы глубоко осуждаем действия пятой колонны. Национал-социализм, фашизм, халатурство, человеконенавистнические западные режимы. Мы категорически... На всякий случай даже говорим, что Талибан запрещенная в России организация. Но если вдруг вы нас потом поправляете, мы изменимся. Что ты думаешь? Вот сейчас, интересно, пошла такая идеологическая, новая, я бы сказал, повестка. Это мы сейчас заговорили о левацких настроениях. По сути, левацкая идеология, это идеология троцкизма, в чистом виде. Ну, плюс-минус, где-то мягче, где-то больше, потому что спроси коммуниста, что он исповедует, он объяснить ничего не сможет. Ну, если вот все-таки по западным вот именно идти лекалам, там, да, там, конечно, герой не Сталин, а Троцкий, который, Сталин, кстати, свернул как раз этот коминтерн, который вот эту революцию делал. Они, конечно, менее радикальны, у них там все проще с собственностью частной. Это такой некий симбиоз. Но вообще борьба за меньшинство, вот которое в тренде в Европе и в Америке, это полностью именно вот эта левая повестка. Причем меньшинство у них, ну, движение экологов, движение антиглобалистов, движение вот этого всего. Ты посмотри, да, что у нас Голливуд сегодня производит массово, да, это вот самые такие шедевральные дорогие проекты, там, аватар возьми, да, это какие-то гуманоиды ущемленные, борющиеся там с белыми такими солдатами, которые обязательно хотят все погубить, срубить и так далее. И вот всегда это какие-то вот права трансгендеров. Это левая повестка, кстати, это не либералы вовсе, это чисто левая повестка. Борьба трансгендеров на Олимпиадах выступать, там все меньшинства, все вот эти группы, которых там третируют, которые там, это вечно борьба вот за это. Наши левые, наши левые с ними на одном поле срать не сядут, по идее. Если мы возьмем там какого-нибудь, пригласим сейчас Левченко, какого-нибудь, не знаю, вот у нас там Рашкина любителя, да, охоты на лосей. Оленей. Они будут более радикальными националистами в миграционной программе, чем мы с тобой. Ну, я их приглашал на канал, и я удивился. Все, что я не скажу, они это в степень возводили. И я понимаю, что левые Европы, у них бы волосы дыбом стали, от них бы они сказали, не, это вообще не левые. То есть вся вот эта миграционная политика Европы, когда сейчас сотни тысяч там мусульман выходят в Великобританию и требуют изменения политики страны, это вот здравствуй левая повестка. Когда нам рассказывали про чопорных англичан, которые не пускают никого в свое закрытое сообщество. Ну да, Сунаку, премьер-министру, сейчас этому идите все расскажите об этом. Как там не пускают чопорные англичане? Когда наши с миллиардами олигархи поперлись туда, надеясь войти в это сообщество, кидали туда несметные деньги в предвыборные кампании партии, о которых они недавно даже не знали, вот та же жена Лужкова, Батурина, оказалось, что вот они там не нужны, потому что у них нет никакой идеологии, и они вообще там никто. А вот размытие самой элиты, вот этой европейской, оно произошло. И глядя на них, мы тоже понимаем, что мы-то, несмотря на наши традиционные вот эти склепы, ценности и все остальное, мы-то полностью в их повестке двигаемся. Миграционная политика России, плавильного котла, работает по самым левазским стандартам Америки. Все они просто вот. Если Трамп это такой жесткий традиционалист, националист, ну, для националистов Европы Трамп просто это такой радикал, что ему не снилось. Он выступает за ограничение въезда из многих стран там, он выступает за стену с Мексикой огородиться, не просто ограничение на въезд мигрантов, а стену построить вообще, отстоиливать всех, кто пытается на лодках доплыть туда и так далее. То есть Трамп это не снилось никаким националистам Франции, такие заявления. Они, наоборот, всю программу сейчас выстроили для завоевания голосов мигрантов, в том числе, кстати. А Трамп это такие реднеки, одноэтажная Америка, которая там за христианские ценности, за все. И они полагают, что Путин им близок. Ну, многие почему-то считают, что Путин и Трамп, они действуют очень слаженно, что у них якобы вот эта общая традиционная ценность. Ну, нет. Если мы смотрим политику сегодня российской власти, так она больше левацкая. В отношении мигрантов тысяча процентов. Вот, по поводу политики. Я помню, когда все это начиналось, мы, очень много моих знакомых, которые себя относили к правому движению, они восприяли. Вот, наконец. Можно говорить слово русский, можно слово русский с золотыми буквами, на знамена, вокруг Лика Христа и вперед, как говорится. Но есть нюанс. Да, сейчас, сейчас. Есть нюанс. Один момент. И все там нацепили шевроны, подписали и пошли. Ну, многих уже нет. И сейчас, когда-то русский мир, русский мир, русский, все, наконец, там, за русский язык, вдруг так, опа, и произошла такая некая подменочка. Им стали говорить, так, ребят, если вы вдруг, а это у нас Соловьев Лайф транслирует каждый день, это вот всякие Коффмены, кстати, вот тут тоже интересно процитировать, потому что это один из идеологов сейчас русского мира, который руководит общественной палатой ДНР, любимец Кириенко. Все они, сейчас к цитатам вернемся, они говорят так, ребят, если вы говорите, что вы этническим, вы фашист, вы разжигаете, вы противопоставляете себя здесь всем. Да, мы за русских, но русский этот тот, кто просто говорит на русском языке. То есть, если в Россию приехал негр учиться в Патриса Лумумба, который исповедует буддист, буддизм, то сегодня, вот, это такой образец русского человека. И вот интересная цитата, я его не случайно вспомнил, того же господина Коффмана, который сидит на освоении огромных бюджетов, которые идут на формирование политической повестки и идеологии русского мира. Поэтому, вот, говорит Коффман, пока в России, а Коффман, кстати, ты знаешь, он был в Макеевке, Сахнут возглавлял. Поэтому, пока в России все не станут называться русскими, добра не будет. Хотелось бы, конечно, советскими, но, увы и ах, это время, к сожалению, ушло. А тоже Корнаухов на Соловьев Лайф прямо заявляет, что единственная нация, которая может себе позволить заявлять, как некая такая этническая сущность и группа, это евреи. Все остальные пусть заткнутся. Ну да, ну, здесь сразу много моментов хотелось сказать. Ну, вот, в том еще моменте в миграционной политике идет левацкая повестка, просто договорил, чтобы нам в комментариях не догоняли нас. Действительно, повестка в плане там ЛГБТ, семьи и всего прочего, Путин ее взял, это вот в этом он там пытается соответствовать вот этим трампистам сегодняшним, и мы тоже всячески поддерживаем традиционные ценности, то есть мы тоже здесь без иллюзий, мы тут с либералами очень сильно и по миграционной и по этой теме расходимся. А теперь касаемо вопроса, понимаешь, в нем изначально заложено очень большое фундаментальное для них противоречие, но откуда оно пошло? Во-первых, вот когда появился проект «Русский мир» и появилась вообще вот правая вот эта наша повестка, она властью всегда использовалась, почему они не терпели никогда критику с нашей стороны, они же всю жизнь себя выстраивали таким образом, что весь вот этот вот правый популизм, они очень с удовольствием хотели использовать и впитывать, но поэтому нас отодвигая, делая нас маргинальной группой, ведь националисты это была единственная политическая сила, которую, несмотря на все обстоятельства, не допускали до выборов. Вспомни, да, что даже оппозиция, которая, ну, тяжело было заподозрить в любви к националистам, либеральная, по большей части, в КС создала три блока, да, либералы, левые и националисты, то есть, это объективно до Болотной площади русский марш была самая большая акция в России, единственная, кто на улице имел потенциал создания десятка партий политических, ну, после еще Медведевского оттепеля, да, это были русские националисты, но ни одной партии русских националистов не было зарегистрировано, были все зарегистрированы, но у них, то есть, власть изначально эту нишу планировала себе, и вот смотри, объявили они проект «Русский мир». Русский мир шел под какими знаменами? Русский мир шел под знаменами защиты русских в Украине, правильно? А Одесса, где произошло столкновение и погибло чуть более сорока граждан, они были гражданы Украины, а не России, не под гражданство они шли, а под русских этнических, мы защищаем русских Украины. Если мы говорим, что конструкция русских это все граждане России, то ребята, кого вы защищали в Украине? Расскажите, что это за группа, если они все были гражданами Украины? Здесь это уже русский мир не налазит тогда, и они с одной стороны его сначала провозгласили этническим, и сказали, мы идем защищать русских, нам же говорили, что там ущемляют русских, там вот это русские, там вот это наши, но кто наши? Наши, они были с паспортами Украины на тот момент, и если вы говорите здесь, что у нас национальность и составляющая русский, это некая культурная общность, в которую мы записываем всех желающих, то происходит очень странный момент, русские, живущие вне пределов в России, в той же Средней Азии, имеющие местный паспорт, не являются русскими, а русские, которые паспорт сдают российский и уезжают в другую страну, получают русскими быть перестают, ну, это немножечко странно, они путают два понятия, общность, советский, российский, это одно, а национальность и этническая составляющая, это другое, и сегодня все те люди, которые еще недавно писали научные работы, кстати, вот это тоже очень интересная тема, сегодня со мной оппонируют, ученые, ведущие ученые заявляют о том, что русских нету, русские это не этническое сообщество, а некая вот собирательный образ, они еще недавно писали сами работы по этнические особенности русских, и сейчас огромное количество ученых из разных областей прибежали нам описывать понятие нации, и я объясню, почему они это делают, это же политический заказ не просто так рождается, они это тоже делают вынужденно, я объясню, почему, так вот, они прибегают, начинают описывать русских, что это некая, как эта нация собиралась, знаешь, вот если ученые через сто лет соберутся, и захотят разных планов, там археологи, там эти, те, ну там все коллектив соберется, они начнут описывать и создадут новую нацию, давай вот скажем, была такая нация солнцевские, у них был свой язык, теня, у них был свой вид одежды, валиновые пенжаки, цепи, они вот как-то двигались, они жили в районах определенных рублевки и так далее, то есть у них была общая архитектура плюс-минус, общий ареал обитания, общая языковая группа, вид одежды, общая манера поведения какая-то, и вот эти все ученые нарисуют нам новую нацию, но это будет до одного момента, пока туда не придет антрополог, который посмотрит, ага, пять скелетов, два русских, три татарина, все, до свидания, все, три с дырками, да, сразу посмотрят, ага, монголоид, скулы, это все, то, то, все, до свидания, и он это в момент все решит, что никаких наций нет отдельных, пойдет генетик и то же самое, и скажет, извините, до свидания, нет тут никаких солнцевских, а вот все остальные ученые могут там литературу общую там у них, археологию там найти, еще там что-то, и они могут прописать, вот у нас русских пытаются лепить, почему? Очень просто, когда задают вопрос сегодняшним властям, почему количество русских сокращается из года в год, почему их было 86%, потом 84%, потом 80%, сейчас там по некоторым вопросам 77%, и пресс-секретарь президента отвечает, что мы русских отдельно никак не выделяем из состава граждан, но что за этим кроется, за этим кроется, что если вы сделали экономику с чрезвычайно низкой производительностью труда, она в 6-10 раз ниже, чем в Западной Европе, и вы не можете ее модернизировать в условиях санкций, в условиях, когда у вас полбюджета на оборону уходит, то получается, что вам бесконечно нужны таджики завезенные, непальцы, северокарелец, если получится, африканцы, то угодно, потому что один кран у вас будет замещать 200 таджиков, никаких сетей, сложных конвейерных сборок, управляемых технологиями и так далее, вы не сделаете, у нас станки до сих пор много вывезенных из Германии работает, самые лучшие станки 60-70-е годы произведенные, представляете, на чем работают, что-то создают у нас по России, основа, в этой экономике они будут завозить их бесконечно, их будет не хватать и местное население будет замещаться, и дабы не задавался главный вопрос о патриотах, чего вы являетесь в России, ведь вопрос главный, вот что такое патриотизм, ты любишь, что ты любишь в России, ты любишь березки, закаты, снега, рассветы, что ли, ну езжай в Канаду, тоже березки, снега, рассветы, все то же самое, нет, ты любишь, а, места, где ты родился, нет, места, где я родился, их снесли, там торговый центр построили, что я в России люблю, в России мы любим свою социальную среду, которая у нас формируется, этническую, религиозную, нас понимают, мы понимаем, над нашими шутками смеются, вот эта среда заставляет нас тут считать нас своими, и вот эта среда нам помогает не уехать куда-то, а говорить, что нет, нам здесь понятно и близко, но если эту среду заменить на очень хороших ребят из Таджикистана, ты посмотришь, скажешь, знаете, я подумал, мне, по-моему, поляки ближе, или какие-нибудь канадцы, да, я там плохо знаю английский, но танжистский я знаю еще хуже, и учить его точно не хочу, и здесь, вот когда вы растворяете эту среду, стратегически получается самое фундаментальное поражение, что вы, оставаясь в границах как бы России, вы потеряли Россию, и когда мне говорят, что на округлых столах русские это миф, и обосновывают этот какими-то этими, я всегда отвечаю, ребят, с вашей позиции Россия это миф, такой же, мы так же это и на Россию можем спроецировать, Россия это тоже вечно изменяющаяся, двигающаяся конструкция, Российская империя, Советский союз, Россия, еще вы взяли, что это общность с Чукшей и Чеченцем что-то объединило здесь. Не, смотри, вот получается, что все право движения, многочисленное право движения, заключенное в какие-то движения, субкультуру, как угодно, спортивные клубы, все это воспряло сначала 14-й год, потом 1-я волна, 2-я, 22-й год. Правые посчитали, что они могут себя смело называть русскими националистами, если они поддерживают СВО и Владимира Владимировича. И им дали такую, как казалось бы, возможность. И сейчас им говорят, на сколько у нас, там, на больше, на третьем году СВО, нам говорят, так, ребят, нет, если вы заявляете, что вы националисты, вы, в принципе, чем вы отличаетесь от бандеровцев? Чем? Чем? И я всегда поражался, ребят, если вы поддержали деноцификацию одной стране, то как вы не могли вот связать, что дальше будет деноцификация другой страны, третий, и, наконец, все это, или не наконец, а во вторую очередь придет как бы сюда. Эти процессы здесь неизбежны. И мы здесь фактически видим такой ренессанс большевизма, когда все тех, кто считал себя русскими, этнически, они подлежали зачистке. И я умиляю, очень так умильно смотрел на эти все, как говорится, там, движения, которые уже провозгласили себя почти системными, там, всякие там северные человеки, там, общины и прочее, и что, дескать, они имеют какой-то иммунитет. И вот сейчас, когда их уже публично, с экрана, называют вредными, вражескими для страны, в силу того, что они этнически решили объединиться, вот интересно, чем все и закончится. Но если уже 40-40, Дим, 40-40, товарищ Кармухин, товарищ, господин, кто, как угодно, небольшая такая группка, которая, ну, араболепски преданно, настолько облизывала, там, начиная от Кирилла, заканчивая Владимиром Владимировичем, два столпа, два лидера, два вождя, это Кирилл и Владимир Владимирович для них, уже их, кто у нас на них, наехала, наехал Якименко, Якименко с Соловьев Лайв. Что мы слышим? Кармухин дегенерат, это у нас вообще 40-40 православная секта, и понеслось. Слушай, ну, смотри, ну, во-первых, мы с тобой уже много лет в теме, в следующем году будет у меня 30 лет, как я создаю и возглавляю какие-то движения, то есть, с 95-го года, то есть, мы много поглядели с Иваном, то есть, значит, когда у тебя есть возможность проследить за динамик, широким спектром времени, вот, приходящих событий, у тебя совсем другой взгляд вырисовывается на то, что сегодня происходит, вот, если бы мы бы, вот, представь себе, захотели бы заняться каким-то делом, которое, ну, в стране, а, опасно, и, б, ну, довольно узкая, вот такая специализация, вот, первое, что бы я сделал, это, ну, пришел бы и пообщался бы с людьми, которые, ну, на этой поляне сидели бы десятилетиями, правильно? Ну, чтобы понять опыт, чтобы понять, там, кадровый состав, все-таки наработанный, да, там, ведь организации, там, в свое время от РНЕ и заканчивая, там, нашими организациями, они огромное количество людей воспитывали, но вот только в одном случае я бы не пришел с ними беседовать, когда изначально я вот что-то делаю, и я понял, или мне сказали, что туда ходить не надо, потому что те люди, которые, ну, сажали в свое время, да, националистов запрещали организации, ведь были причины определенные, да, это движение и лояльное, и нелояльное тогда уничтожалось, ну, я не беру сейчас Малафеева какого-то, да, я беру именно вот уличное движение, которое вот как-то было соорганизовано, фанатское движение тут же, которое растоптали, вот, именно хулиганское, точнее, фанатское, хулиганское движение, вот, и понятно, что вот эти циклы, сначала нужны борцы с мигрантами, потом борются с борцами, которые борются с мигрантами, это все свои вот эти качели, но сейчас мы тоже видим этот своеобразный диспут, в этом диспуте мне тоже приходит, ну, пришлось поучаствовать, потому что я тоже кое-что писал, то есть, есть сегодня действительно силовики, которые, ну, условно я их называю силовиками, потому что это мнение сегодня транслируют, как правило, руководители силовых ведомств, ну, главный спикер это Бастрыкин, сегодня, конечно, у нас антимигрантский, иногда в эту полемику вступает колокольца, кстати, единственную стратегическую статью по этой теме написал Патрушев, в стратегическом смысле, если все акцентируются на преступлениях мигрантов, и все организации, у них же очень маленький коленкор работы, они ищут преступления, и бегут туда своим бензином, и, собственно, больше они ничего не делают, они показывают проблему преступления, но не показывают проблему, откуда она произошла, и кто завез всех этих людей в себя, не дай бог, ты туда пойдешь, и они не делают следующего шага, политического оформления, массовых каких-то выступлений, и попытка где-то поучаствовать, нет, это все, это вот, как ты говоришь, не раскачивать лодку, бороться с теми, кто раскачивает лодку, поддерживать, СВО, ну, а как без этого, и, собственно, обращать внимание только вот на конкретное преступление, но проблема не в преступлениях мигрантов, это не проблема, а проблема замещения, это проблема цифры, только цифры, жителям Сербии, без разницы, хорошие были албанцы, которые заселили Косово, или плохие, они отторгли Косово, сербское, это колыбель сербской цивилизации, где было самое большое православное, количество православных храмов, на городах на километр, не потому, что они плохие или хорошие, и проблема преступления, они это преподают так, что ты ее завтра решишь, и никакой проблемы не будет, нет, 16,9 миллионов мигрантов, это не проблема преступления, это проблема замещения, и проблема изменения облика, и она, эта проблема цифр, гораздо лучше, чтобы было 20 тысяч плохих мигрантов, чем 50 миллионов хороших, потому что 20 тысяч плохих, это проблема силовых структур, а 50 миллионов, это проблема уже растворения, замещения нации, и исчезания конструкции России, Как таковой, как вы ее понимаете Может для кого-то Россия без русских и есть Мне на нее наплевать на эту конструкцию Я не знаю, что такое Россия без русских И вот здесь проблема И Порошев, кстати, единственный Кто стратегически на это посмотрел Не в плане преступления Все остальные спикеры, они делают И вот в угоду сейчас, в череду этих спикеров Включились, в том числе, несколько организаций В этой узкой полоске А им оппонируют, ну, условные Я их называю, строители Те, кто сегодня 3 триллиона на реновации На плитку, на бордюры На государственные предприятия ЖКХ, зеленение У нас Зеленхоз, крупнейший губ Москвы Там бюджет такой, что у нас Все золотое кольцо меньше имеет Городов бюджета, чем одно зеленение Москвы Я посмотрел там жучего Это все этнические монополии Которые туда надо бесконечно вливать Мигрантов И вот для них им надо мигрантов всегда Причем, знаешь, что самое интересное? Они каждый раз выдают цифры необходимых рабочих рук Минстрой, небольшие, кстати, цифры 50 тысяч озвучивает Министерство сельскохозяйства побольше Но тоже там, не бог весть что Вот мы на них посмотрим, знаешь, что интересно? Они дают эти цифры Вот в этом промежутке От первого до второй цифры В Россию въехало 2,6 миллиона мигрантов А они публикуют, что им 50 тысяч Также не хватает спустя полтора года У меня вопрос А если въедет еще 50 миллионов А вы также скажете, что вам 50 тысяч не хватает Значит, количество въезжающих мигрантов Не влияет на вашу нехватку? Значит, ваша нехватка Ну, неконкурентная по рынку И мигранты не идут к вам работать? Так а почему вы тогда Их ввозите, даете им гражданство И ввозите с семьями? Вам для работы они не нужны Их семьи, и вот эти все люди, которые к вам не идут Заключаете изначальный контракт Завозите их под него, как делают в Дубае Селите их отдельно Отрабатывают контракт Потом либо пролонгаться, либо закрыть Их отправляете И никаких тебе детей, там дедушек, бабушек и так далее Поезжают мигранты 180 тысяч паспортов в таджики за прошлый год Эта тенденция каждый год увеличивается Ребята, люди, которые поезжают в Россию 50-60 лет я получил Получают гражданство И получают сразу пенсию Ничего не выложив, ничего не сделав тут Давление на всю социальную инфраструктуру Детские сады, школы Там, медицина и так далее Ребята, те налоги, которые мигрант начинает платить завтра Они не окупают десятилетиями созданную инфраструктуру социальную Это зачем вы делаете? Если вам не хватает рабочих рук Во-первых, почему вы их туда не завозите? А во-вторых, самое главное Зачем вы позволяете завести все эти семьи? А это уже замещение Это уже политика нерабочих рук Для более того скажу Что мигрант, который находится как бы без статуса российского гражданина Он вообще ничего не платит Он получает медицинское сопровождение Образование там для своих детей И свое образование Они все рожают мигрант И вот для чего? Я долго ломал голову Почему? У нас сейчас чуть ли не Бастрюкина Носят на руках Поднял вопрос о беспределе мигрантов Опять-таки 25 законов сейчас находятся в Госдуме на законопроектах На рассмотрении Антимигрантский пакет Для чего делается? А что перевести из категории мигрантов Которые сюда приезжают Не имея здесь паспорта В разряд граждан Потому что нам нужно пополнять ряды русских А кто такие русские Нам тоже уже начали объяснять И у нас, смотри У нас через год-два Мы будем смотреть, думаю Цифры как растут Посмотри Мы вылезаем из демографической ямы Вот оно К чему мы так стремились Стремились Но опять-таки уже количество тех Кто готов и должен Как гражданин Российской Федерации Взять завтра в руки автомат С этим, кстати, тоже проблемы И еще И еще один момент Заговариваюсь Я тут общался с одним товарищем Ну достаточно таким Патриотом Ну вполне себе Как говорят Цинично Ничего личного Ничего святого И Ну очень вполне себе Такой, знаешь, прагматик От режима И он говорит Ну ты понимаешь сейчас Какая ситуация в стране Вот сейчас Вот знаешь Как будто Несколько лет Пускали в квартиру Газ И уже не важно Что там От искры Зажигалка Чиркнет Или вообще свет Там включится Что-то замкнет Или кто-то Чиркнет Каблуком Металлическим По кафелю И я говорю В первую очередь В первую очередь Вот надо Запретить Все эти русские Общины Вот это все Правое националистическое Да Надо запретить А, у этого думает Искра, да? Нет Знаешь почему? Он считает Что кухня Скинофобия Нет Нет Логика Другая Он говорит Я говорю Почему? Рванет страна Нет Он говорит Смотри Американцы Они же Сейчас все это Вытаскивают наружу И коррупцию Которую Где сакрализирует Власть То есть там Каждую Болячку Нашу Они расчесывают До кровавых язв И он говорит Вот смотри В Биберево Какие-нибудь там Трое Приезжих Таджики В Биберево Где 250 Только Мигрантов Снимают Тысяч Снимают жилье Насилуют Какую-нибудь девочку Поднимается Вот такая Какая-нибудь Русская община Выходит 200 человек И начинают Такие Сломают Несколько ларьков Что дальше А дальше Выходит Уже 50 тысяч Мигрантов 100 тысяч И уже Все И это Развал страны И это Конец И вот этот Детонатор Вот эту Угрозу Он говорит Да Конечно же Параллельно Надо забреть Все эти Национальные Автономии Диаспоры Должно идти Параллельно Но в первую очередь Это проблема Сегодня Для страны Твоему псевдопатриоту Можно Ответить И продолжить Дальше Я считаю Что по этой Логике Надо обязательно Запретить Полиции Задерживать Мигрантов Потому как Задержание Гаишниками Попытка У рынка Садовод Мигранта Привела к тому Что выбежало Сотни мигрантов Отбивать Своего Они дрались Не по принципу Того Кто виноват Кто прав И что случилось Они по принципу Дрались Свой Чужой А если мы имеем Почти 17 миллионов Своих Кстати Про 17 миллионов Точнее чужих Про 17 миллионов Чужих У нас менее 2 миллионов Патентов на работу Выдается при этом И возникает вопрос А чем все остальные У вас занимаются Они преступники Ну в плане Как минимум Налоги не платят Да И где они у вас И чем заняты Тоже большой вопрос Ну ладно Дальше пойдем Тогда и полиции Не надо работать С мигрантами Ведь вы задерживаете его Они выбегают Дерутся Это вызывает Недовольство Президента Рахмонова Который едет Там Диаспора выступает Если диаспора У нас же Это что такое Это Иностранный агент Причем Настоящий Не тот Который в ютубе Монетизацию Получает Диаспора Имеет Одну единственную цель Лоббирование И защита Интересов По этническому Признаку Своих граждан Причем Она Сто процентно Связана С правительствами Своих государств Это Вот закон Взять От одной буквы До другой Иностранный агент Причем Настоящий Он Лоббирует По этническому Призму Интересы Своих Граждан Все То есть Прям вот Читай Прям по закону Так вот Тогда надо так Если мы исходим Из того Что Мы боимся Завезя сюда Вот эту Массу Самых худших Мигрантов Не в плане Что мы людей Худших на лучших Поделили А в плане того Кстати процитировав Бастрыкина Который в Узбекистане Заявил Что ему сказали Зачем вы их то берете Они даже нам Здесь не нужны Что в плане К нам едут Все таки Мало того Что из отсталых стран Так еще и Самые нижние слои В плане культуры Образования Даже вот если мы Посмотрим по Ну Киргизстану Тому же Из Бишкека Мало кто уже Едет в Россию Они Все миграции Нацелены на Дубай Там И на Арабские Эмираты К нам едут Из южной Оши И оттуда То есть люди Которые вообще Безграмотные Даже по местным меркам И мы собираем Самый вот этот Вот Низкий Потому что Ну вот Миграционные потоки Если мы посмотрим По миру Они В большинстве Своем Все нацелены на Европу Ну в Европе Есть пособия В Европе Есть мощные Социальные Эти институты В Россию Никто там Особо К нам не едет Мы вынуждены Они вынуждены Собирать Самые Самые Даже вот из этих Отсталых стран Самые Низкообразованные И самые Такие вот слои И Собирая их Понятно Что они создают Некую взрывную смесь Понятно Что им Они их не могут Ассимилировать Потому что Ассимилируются Они только тогда Когда попадают В Чужеродную среду Для себя Когда они вынуждены Приспосабливаются Он один А русских 10 Ему объясняют Как надо себя вести Он вынужден Но когда он попадает Где они все С друг с другом Беседуют на своем языке Уже даже Фирмы Нанимающие Мигрантов Крупные Логистические И так далее Обучение проводят На их родном языке У них начальники Их уже стоят У них уже все Какой ассимиляция Они будут этот мир Приспосабливать под себя И он конечно же Под себя Вам не понравится Потому что Ваши традиции Ваша культура И ваше понимание Сильно отличается От южной лоши И какого-нибудь Афганистана Почему Афганистана Кстати Ведь это Забывают Что сейчас Огромный поток Из Таджикистана И Узбекистана Идущих Это афганцы После победы Запрещенного В России Талибана Это этнические пуштуны 20% Таджиков Которые составляли Население Афганистана И узбеков Которые были С другой стороны Мегалировали В Таджикистан Узбекистан И там они не нужны И получив дипломы Они поехали в Россию А это уже Вот самое Что ни на есть Пустынное Такое Ну Общество Где женщину Можно забить камнями Если она захотела Учиться Причем Даже в школе Уже достаточный повод И вот этих людей Мы через вот это Сито Таджикистана Сейчас видим В России Которые тоже сюда Едут массово И когда мы Рассуждаем о том Что Ну надо понимать Что такое Русское национальное движение Русское национальное движение Это не что-то Что родил Ксенофоб Демушкин Миронов И еще кто-то Русское национальное движение Есть и живо Пока жив Русский народ Это его Неотъемлемая часть Защита своих Национальных интересов Традиций Культуры Этнической Идентичности Религиозной И так далее Это присуще Любому народу И это движение Формируется Либо В виде Организационных Политических форм Либо На уровне Кухонной ксенофобии Когда сидят люди И говорят Надоели эти Понаехали И так далее Но это всеобщее Уже настроение И здесь Как ты правильно Говоришь Любая спичка Вспыхивает Но здесь Правило Не бороться Ксенофобия идет Потому что Они создали Эту ситуацию А потом Диаспоры Пишут Вот такие Письма На имя президента Что растет Уже ксенофобии И следует Бороться Извините Здесь правило Нет негров Нет расизма Именно такое А не в том Что русские Какие-то Отдельные ксенофобы Ну попробуйте В Карачаево Черкесию Завести Какую-нибудь Узбекскую деревню Перевести Вы увидите Межнациональный конфликт Между Казалось бы Мусульманами И те и другие Будут Но вы увидите Разницу И любой народ Он такой Он так устроен Защита своего Пространства Своей общности И своей социальной среды Это абсолютно Нормальная норма С точки зрения Психологии Мы С первобытно Общинного строя Не выжили бы Если бы Не защищали бы Свою общность Любое племя Любую Защищала Свою территорию Свою идентичность Иначе бы Нас бы не было бы К нам бы Приходили бы И все И уже в то время Мы бы исчезали Это еще в те времена Было в коде Человека прописано Защита Жизненного пространства Защита Себеподобных Защита Своего круга И мы этот круг Психологически Все защищаем И вот эта Вот стыдливость Которую нам Проверяют Это ксенофобия Нет Национализм Это любовь Изначально Своей родины В смысле Своему народу Своей родине Своей общности Но ксенофобия Шовинизм Это крайняя форма Которая возникает При угрозе Выживания Нации Это форма уже Деструктивная Если национализм А если любовь Это абсолютно Светлое Нормальное чувство Рациональное То ненависть Это уже Иррациональное чувство Оно рождается При угрозах Определенных Это другая сторона Да Самой Национальной защиты Но она Изначально Присуща Всем народам И вот эта вот Игра с национальностями Они бы Давно закончили бы И сделали бы Всех русские Но есть проблема Не все в России Помимо русских На это согласны Вот чеченцы Не согласны Быть русскими Они готовы Быть русскими В общности Как подданные Империи Многие Но они не готовы Сказать Что он русский У него есть родовой чан Где у него 20 поколений Его Старки написаны А ты найдешь Хоть один народ Который Собувает На территории Российской Федерации Которая Согласится Быть русским Он говорит Так Как тебе Приди Скажи Все Ты башкир Но они Видишь Как рисуют Они говорят Что Они хотят Всех сохранить Кроме нас Сейчас пишут Люди Новую концепцию Межнационального развития До 35 года До 25 года Она сейчас истекает Она была Кстати моя На конкурсе Абдулатиповская Я с этими людьми Общаюсь Они Со мной Позвонили Они говорят Вот у нас новая концепция Смотрите Мы делаем всех русскими Но мы делаем как Они вот мне говорят Мы Русский Татарского происхождения Русский Чеченского происхождения Хорошо Постойте Если я русский Русский Русского Происхождения Они говорят Нет Такого нет Русский Русского Происхождения Странно Вот Эти есть Я говорю А этого нету Они говорят Ну да Этого нету Я говорю Ну так Вашей концепции Получается Что вы хотите Опять Рубаху Русских За счет русских А это постоянно У нас знаешь Вот говорят Империя Империя Да А что такое Империя Это когда Метрополия Вытягивает Исусы из окраин, свозит туда. А у нас все наоборот. У нас от русских империя вечно чупчий всяких этих, блин, вытягивал свой ресурс, чтобы их содержать. Мы видим, как Советский Союз строился, и как все на окраине, как снабжение Прибалтики осуществлялось, там, Грузии и так далее. По сравнению с Золотым Кольцом Ярославской Ивановской области. Мы платили за лояльность. Мы видим, как сейчас бюджет у нас распределяется между республиками. Посмотри, какой у нас бюджет там Ивановской области, Костромской. А потом посмотри на республики национальные, да, и ты понимаешь, что у нас метрополия, это какая-то обратная. И сейчас они хотят последнее забрать, эту рубаху русскости, такой необъятный донянуть на всех, и сказать, ну вот вы, как бы вот был у нас советская общность, ну мы же все остались, с кем вы были. Вот была у нас российская общность, а сейчас у нас русская общность. Ну, русских у нас теперь нет, вам волноваться не нужно. У нас же постоянно все волновались. У нас же с какими народами не общаешься, они всегда вот русскую рубаху хотели прям на себя примерить. Они вот татары постоянно выходили и говорили, почему вот русские государства, образующие народ, а не татары? Ну вот у нас же там это, многонациональная страна и так далее. И ты так думаешь, слушайте, а вообще историю России смотрели когда-нибудь? Вообще, откуда Русь произошла, потом как она развивалась? Вы, может быть, какой-то мирный договор подписали с нам равноправный когда-то? Я, может быть, историю плохо учил. Вот расскажите, с кем русские в своем формате подписывали какие-то равноправные договоры о слиянии и о создании государства. Может быть, это в Казани проходили переговоры с Иваном Грозным, когда у вас, они отдельно там шли несколько раз, причем ее, кстати, потом снесли, построили вообще в другом месте, где вы вообще несколько сотен лет не жили. Вот, ну ладно. Сейчас столица, кстати, Татарстана, да. Вот. Ну, это ладно. Вот вы, говорю, почему постоянно притягиваете вот на себя вот это вот соперничество рубаху? Да, у нас и вот русская земля, это же большая дискуссия, где русская земля? Нас же постоянно пытаются очертить, что у вас там какая-то где-то земля. Я все отвечаю, нет, она от Камчатки до Калининграда. Русская земля. Ну, русская земля, это не означает, что всех надо выгнать или уничтожить и так далее, не дай бог. Я понимаю, что вы такая же часть этого пространства, как и все остальные. Но мы не конкурируем с вами в этнической составляющей, что государство, образующий народ, это чуча. Или государство, образующий народ, это мадридцы. Или государство, образующий, это, ну, так сложилось. Вот умные это понимают. Но сейчас, когда появилась очень плохая ТНЦ, это знаешь, когда вот центр совершает какую-то, ну, геополитическую катастрофу, близок к ней, а ведь кому сразу счет-то предъявлять начинают, да, вот там за ошибки какие-то, за СВО и так далее. Сейчас вот так возрастает этот региональный шовинизм, именно шовинизм, не национализм, что во всем виноваты русские. Ну, первая волна, во всем виноваты москвичи, причем субъект федерации Москва умышленно или неумышленно переводится на всех жителей Москвы. Даже на тех бабушек, которые дерутся за просрочку пятерочки, вам с любого региона скажут, что вы москвичи за счет нас жируете. Я каждый раз говорю, вы не путайте бюджет субъекта федерации Москвы и жителей Москвы. Во-первых, если посмотреть на состав Москвы руководящей, а вы там где москвичей увидели? Может, Путин москвич с Матвиенко? Или, может, Шойгу москвич с Собяниным, да? И кто москвич в Москве? Или там до этого были там Ельцинская команда приехавшая, или Горбачевская состава. Вы где москвичей-то увидали? В Москве. Вот я разбирал, специально посмотрел должности, да? Я москвичей коренных не нашел вообще нигде. Вот кто сегодня управляет взаимодействовать? Нет. Москва – это собирательный образ всей вот этой бюрократической номенклатуры, собранной со всей России. Причем ваши элиты в любом регионе. Первое, что делают – покупают квартиру в Москве себе и детям. Вот если они поднимаются. Это и есть сборная солянка, но она к москвичам не имеет отношения. И вторая волна пошла, что все, во всем виноваты русские, что мы все терпим от русских, что русские забрали наши земли, они нас эксплуатируют, и сегодня меня завалили этими сообщениями. И еще отправляют туда, в отличие от самих себя, которые туда особо не спешат. Да, так это самое. Вот это главное, собственно, фундаментальное противоречие. Ну, это, может, тему сейчас не стоит поднять. Давай, сейчас уже будем, наверное, заканчивать. Да. Потому что вот эти ребята сейчас пишут оттуда там, а почему вот вы там не поддерживаете и так далее, ну, которая на той вот там стороне. Я им говорю, слушайте, а какой у вас образ будущего? Нет, то, что вы там сражаетесь... Давай мы вынесем в отдельную тему. Давай, давай. Не хочет ее... Давай, давай. Будем завершать, дорогие друзья. Дмитрий Демушкин был у нас сегодня в гостях. Подписывайтесь на YouTube-канал Миронов де-факто, YouTube-канал Дмитрия Демушкина и Telegram-канал Миронов де-факто и Telegram-канал Дмитрия Демушкина. Ждем ваши вопросы, комментарии и вопросы для следующей нашей беседы. Счастливо. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Спасибо.